Их трясет уже несколько дней. Не каждый район города может похвастать своим собственным землетрясением, а вот жильцы 1.15 в поселке ГЭС могут. И они уверены, что эпицентром сейсмического дискомфорта является стройка, что появилась под их окнами. Зволнованные чулницы не знают, сколько баллов по шкале Рихтера лишило их покоя. Ну и будь они в курсе, вряд ли им от этого стало бы легче. Жители 1.15 признаются, что сначала не особо беспокоились по поводу работ, начавшихся под их окнами. К появлению многоквартирного дома, но не высотки, они были готовы. Однако застройщик преподнес им сюрприз. К концу следующего года здесь вырастут две 17-ти этажки. Эхо их строительства уже отдается по стенам квартир. Как начали сварить, у нас идет вибрация. Как знаете, землетрясение, балла 3. У нас все трясется. Вот мы вчера ходили во второй подъезд, там даже плита на пятом этаже трещину дала. У нас где гарантия, что дом не свалится? В прошлом году в доме 1.15 сделали капремонт. Сейчас фундамент во многих местах изрезали трещины. Жильцы уверены, что причиной всему работа забивающей сваи техники. Когда вот подходит вот эта установка, начинает колотить напротив моих окон, у меня трясутся батареи. Звенят батареи даже. Диван тоже, как говорится, все это прыгает. Ну я не знаю, вот, наверное, развалимся скоро. Кроме того, новые высотки, если их, конечно, благополучно достроят, перекроют обзор из квартир пятиэтажки. Но, по словам Рафара Шакирова, строительство 17-этажек, согласно регламенту, под окнами 1.15 допустимо. А вот сваи заколачивать нельзя. Мы отозвали у него разрешение. Сваи, там фундаменты должны быть только буронабивные. Это вот как бы первое. Второе, значит, данный застройщик должен соблюдать федеральный закон и республиканский закон о тишине. Но на деле все оказалось иначе. Разрешение отозвали, но рабочие на объекте, видимо, об этом не знают. У нас осуществляется все согласно проектной документации. Согласно проектной документации, утвержденной. На всех инстанциях прошедшая экспертизу. Более того, зам генерального и технический директор КАМ «Автостроя» предоставили разрешение на строительство с подписью именно Рафара Шакирова. А также заверили, что трещины в стенах пятиэтажки не их рук дело. Фотосъемка, фиксация чертежей. Все трещины зафиксированы. У них то, что там ремонты в подъездах не закончены, трещины все это еще до начала строительства. У нас все зафиксировано. Поэтому любые, значит, вот эти претензии по поводу трещин мы можем опровергнуть документально. В подтверждение своих слов Олег Митяев предоставил снимки, которые, как он утверждает, были сделаны в июле. А насчет запрета заколачивать сваи представители генподрядчика не в курсе. Ниаких документов из исполкома до этого утра они не получали. Алина Асачи, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Чулны.